Ребята, всем привет! Вот недавно узнал, что оказывается наши парламентарии в Мажелесе приняли закон, ну поправки к закону, где в общем решили зарегулировать вопрос петиции. Вот мы же обращаемся к правительству, к президенту с петициями по тем или иным вопросам. Теперь они решили урегулировать эти отношения и правительство на законодательном уровне вводит правила, по каким вопросам мы можем обращаться с петициями к власти. И вот смотрите, что происходит. Оказывается, мы теперь можем обращаться, раньше не могли, да, получается. Ну вот смотрите, они не будут принимать петиции, если это касается, ну мы потребуем отставки какого-нибудь министра или правительства в целом, или, например, отставки Акима. Нет, эта петиция не будет приниматься в расчет, я так понял. Ну и также по вопросам юридическим, тоже петиции, то, что касается решения суда, там осуждения, вот это все, приговоров, если мы, например, не согласны с приговором по тому или иному человеку, вот, мы тоже не можем уже обращаться с петициями к власти, они не будут приниматься, учитываться. В общем, прямая демократия наша в Казахстане и так никакая, а тут вообще слышащее государство хочет еще больше себе в ухо набить соломы или вату для того, чтобы нас не слышать. Но по другим вопросам мы типа можем обращаться с петициями, они там разработают специальный сайт, я так понял, где мы можем размещать петиции, обращения, собирать подписи электронные под этими петициями. Но вопрос в том, насколько эти петиции будут действенны в том плане, если они и раньше, особо-то эффекта от них не было, то какую силу они будут иметь? Скорее всего, будут иметь силу рекомендательную, поскольку законодательную, там, вот эти все дела у нас депутаты решают, правительство, то, что касается конкретных решений. А петиции это способ донесения нашей боли, отчаяния до власти, что что-то не так происходит в нашей стране и мы даем сигнал. И вот правительство, наша власть решила закрыть уши наполовину. Прямая демократия, как это говорят, ее не было, а тут ее вообще, по сути, не ночевала эта демократия. Прямая демократия, это когда люди непосредственно обращаются к власти, собирают подписи под обращением. И власть это обращение принимает во внимание и, конечно, решение. Если, например, нам Аким не нравится, мы требуем, чтобы он в отставку подал. Вот, и правительство принимает соответствующее решение. Ну, этого сейчас, этого и раньше не было, как я говорил, и сейчас, тем более, уже не будет. Там чиновник сказал так, что по этому вопросу, почему не будут учитывать вот эти петиции касательно отставки правительства там Акимов. Потому что, якобы, мы будем нарушать таким образом конституционные права президента, парламента. Это их прерогатива назначать, выбирать правительство типа того и Акимов. Вот, как-то так. Я не знаю, это, вот, мое мнение, это больше отскок от народовласти, от демократии. Ну, наше конституционное право, оно здесь опять нарушается, мне кажется, поскольку источник власти – это народ. Ну, если мы ходим на выборы, там, пытаемся выбирать себе власть из того, что есть, из того, что там власть пытается нам нарисовать, и это даже фальсифицируется, ну, петиция – это была хоть какая-то маленькая такая соломинка, за счет которого мы, народ, пытались донести до власти наше отчаяние. Но теперь все. Это будет ограничено. Конституция наша отдыхается. Почему в нашей стране так происходит? Я так думаю, еще это зависит от народа. Мы, как люди, общество вообще… Даже вот сейчас выборность Акимов вводят, да, ну, типа районов, да, я размещаю информацию по этому поводу. Оно в пилотном проекте, не полностью по всему Казахстану. В каждой области по 3-4 района берутся, и там будут проводить выборы Акимов района. Так вот, эта тема настолько непопулярна. Вот я пытался так как-то донести. Давайте все-таки здесь вроде бы как-то власть начинает разворачивать в сторону демократии. Давайте обсуждать, давайте. Ну, народ, как-то холодно. Я так думаю, почему холодно к этому? Потому что нету навыков. За 30 лет нас так приучили к этой беспомощности, что люди махают на эту рукой, а говорят, это бесполезно. За нас все выберут. Эти Акимы опять пройдут те, кто от власти, типа этого. И люди особо… У людей нету общества, нету навыков выбирать. И нету… Вот все это атрофировано, все это атрофировано. И неверие полное, неверие, что мы что-то можем. Это вот самый такой печальный итог 30-летней вот этой авторитарии. Авторитаризма Назарбаевской. Сейчас уже Такаев принял власть. Такаев пытается, конечно, типа реформы там вот это все. Ну, какие реформы? Ну, может быть, да, есть там какие-то маленькие продвижки. Но они роль особо не играют, погоду не делают. Почему? Потому что в нормальных странах власть меняется, постоянно меняется на выборах. Оппозиция приходит к власти, старая власть уходит в оппозицию. И так постоянно смена происходит. В итоге, последнее слово, всегда за народом. У нас этого нету такого. Но чтобы у нас было, хотя бы оппозиция должна быть представлена. Но оппозицию власть зажимает, не регистрируют оппозиционные партии, которые должны быть. У нас есть типа оппозиционные, но они такие. Больше на коротком поводке. Я бы не сказал, что они очень уж там оппозиционные. Настоящие реально оппозиционные партии их не регистрируют, либо закрыли. Та же коммунистическая партия была, КПК, ее закрыли при Назарбаеве. Алга ДВК партия была. Тоже ее ликвидировали при Назарбаеве. Все другие партии, которые хотят регистрироваться, их власть не регистрирует. Вот что интересно, какой парадокс сейчас происходит. Даже кто скажет, что Такаев сейчас у власти, да? Ну, та старая власть. Но клика Назарбаевская, которая сейчас не у власти, она же в какой-то степени переходит в стан оппозиции. И по конституции, по закону имеет право, да, создавать партии, там, оппонировать Такаеву. И это нормально. Ну, даже их, не партии, тоже не регистрирует. Хотя это ваши партии, это вот. Они уже оппозиционные. Вот такие дела, ребята. Что думаете по этому поводу? Оставляйте свои комментарии. Сейчас вы видите, это Уральск. Смотрите, какая прекрасная погода. Тисть да гладь да благодать. Вот это настоящая стабильность. Вот такая должна быть красивая стабильность. Вот такая. Сейчас я вам покажу. А не такая стабильность, которую нам рисует наша власть. Лишь бы не было войны. А кто январь устроил, да, январские события, да? Кто там боролся за власть? Кто пытался сковырнуть Косымжемар Такаева? Та же клика Назарбаевская, которая понял, что сделала ошибку, и надо было его убрать. И вот народ, народ, народом воспользовались. Нами. Нашим желанием, искренним желанием, чтобы наша страна была свободной. Они теперь рисуют новую стабильность. Давайте стабильность. Ну, какая это может быть стабильность? При Назарбаеву женой Зень кровь пролилась. При Такаеве январские события. Это разве стабильность? Вот стабильность. Настоящие, естественные, красивые. Но у этой погоды бывает и другая погода, когда грозы, дожди льют, когда ненастные, когда морозы. И не бывает такое, чтобы в природе вот всегда было вот так. Если бы всегда было бы вот так, было бы, конечно, хорошо, но не бывает. Так и в обществе. В обществе тоже не должно быть так, ну, находиться в болоте, ничего не происходит. Стабильное болото у нас получается. Оппозиция должна бороться за власть, идти на выборы. Если фальсифицируют выборы, оппозиция должна митинги проводить там, ну, как это обычно. Если нам Аким не понравился, мы его отзываем. Депутат не понравился, мы его отзываем. У нас должно все кипеть. Экономика должна работать, но у нас болото. Да, вот о чем я хотел рассказать. Давайте всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok